Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. Вы смотрите информационно-аналитическую программу. Время говорить. Итоги недели. Главная тема сегодняшнего выпуска. Люфт с вами, дорожные полицейские, проверили техническое состояние пассажирского транспорта. Трубы горят. Погасить этот огонь по-прежнему можно в забегаловках, обустроенных в жилых домах. Жизнь показывает недавний запретительный закон области в этом направлении. Не работает. Вот это войнушка. В Рязанском детсаду нашли оружейный склад. Скоро затопят Рязань накануне отопительного сезона. В этой связи наставление обещания высокого начальства. Новость недели. Подписание рязанским мэром Виталием Артеоновым распоряжения о начале отопительного сезона. Затопит нас по начальственному приказу в ближайший понедельник. Тепло пойдет от Новой Рязанки, Дягилевской ТЭЦ и котельных РМПТС. Должны заработать и ведомственные котлы. На этой неделе заммэра Сергея Сиваконь, почему-то сурово глядя на журналистов, дал пресс-конференцию по началу отопительного сезона. От такого взгляда право пишущим и снимающим самим захотелось взять в руки разводные ключи, да и пойти по подвалам по трубам. Интересно, а может ли такое быть, чтобы отопление дали, а аварий до прорывов при этом не было? В понедельник поглядим. А вот что сказал заместитель градоначальника. По словам замглавы администрации Рязани Сергея Сиваконя, отопительный сезон в нынешнем году начнется раньше традиционных сроков. Уже сейчас ведутся испытания на теплотрассах и производится пуск тепла в объекты социальной сферы. Как только проведем пробную топку, запустим всю соцсферу, а это и школы, детские сады, и спортивные учреждения, сразу будем приступать к пуску тепла в городе, потому что температура нам не обещает быть среднесуточным выше плюс 8 в течение этих суток. Поэтому и поступают многие обращения родителей, в детских садах уже холодно, сырая погода, нужно просушивать помещение. Впрочем, проблемы с водоснабжением остаются в том числе в микрорайоне Дашково-Песочня. Жители нескольких домов из-за аварии остались вновь без горячей воды. У нас еще 4 повреждения, вот этой передвижной дизельной насосной установкой, о которой я говорю. Но мы решили это сделать сейчас, а не зимой делать. Эти повреждения, они незначительны, но как бы отразилось это на теплоснабжении в зимнее время, можно только предполагать, да еще в мороз больше 15 градусов. Поэтому, ну опять же, просьба жителей потерпеть, наверное, чтобы хорошо подготовиться основательно к зимнему периоду, чтобы зимой не делать никаких остановок. Также на брифинге Сергей Сиваконь сообщил, что изношенная тепломагистраль в Октябрьском, Железнодорожном и Советских районах Рязани, принадлежащей Рязанской теплосетевой компании, решено принять в муниципальную собственность. Сейчас, по словам чиновника, износ сетей в этой зоне составляет более 80%. Отопление, конечно, дело важное. Прорывы и последующий ремонт трубопровода, ямы во дворах и вечные тарахтения техники под окнами – дело тоже неизбежное. Лишь бы потом, как по закону положено, все исправили. А вот это бывает не всегда. Далеко не всегда. Например, на этой неделе к нам в редакцию обратились жители одного из домов по Восковольтной. Здесь ремонтники во время работ почти уничтожили детскую площадку. А детская горка так вообще пропала. Около недели назад прямо на детской площадке между многоэтажными домами по улице Восковольтной произошел прорыв трубы. Тогда местные жители выяснили, что коммуникации были проложены аккурат под качелями и горкой. Ближе к вечеру на место аварии приехали и ремонтники. Поздно вечером мы увидели, что на детской площадке стоят техника, стоят какие-то бульдозеры, там какая-то вот техника. Ну и, естественно, последствия работы этой техники мы увидели, когда наступило утро. Потому что вот наша чудесная площадка, которая, в общем-то, всегда была любимым местом времяпровождения детей, превратилась просто в какое-то неприглядное зрелище. После того, как аварийная бригада уехала, местным жителям предстала неутешительная картина. Почти половина территории детской площадки перекопана. Пропал почему-то и детский инвентарь, а именно горка и лесенка. Как будто коммунальная корова языком связнула. Нет ни горки, нет ни лесенки, на которые лазили дети, и куда они делись, совершенно непонятно. Во-вторых, качели. Под ними была разровнена площадка настолько, что дети могли качаться даже в мокрую, сырую погоду, или там, когда грязь. В общем-то, была возможность подойти к качелям и покачать ребенка. Сейчас этой возможности нет. Сейчас нет, потому что все разрыли, и нам с девочками даже лазить негде, потому что мы не можем гулять из-за этой кучи. Впрочем, не в первый раз горожане жалуются на поведение ремонтных бригад коммунальных служб. Прорыв трубопровода, никто с этим и не спорит. Конечно, необходимо устранять. Однако про благоустройство территории рабочие почему-то всегда забывают. Кому и куда жаловаться на их действия, местные жители не понимают. Никто из чиновников с ними на эту тему не разговаривает. А ведь молодым родителям хочется видеть вновь на своей детской площадке и горки, и качели, а не грубо перекопанный участок земли с кошачьими трупиками вблизи беседки. Проблему недели на сей раз обозначили нам на федеральном уровне. Дело в том, что по данным Организации Объединенных Наций, Россия занимает второе место по числу мигрантов. Так ведь и скоро сбудется мечта советских начальников прошлого – догнать и перегнать Америку. Правда, тогда речь шла о промышленности, уровне жизни, развитии науки и так далее. Когда-то, недавно, кстати, официальные лица вовсю трубили. Поток мигрантов никак не скажется на занятости коренного населения. А ну вот сказался. Да так, что сейчас в федеральной власти вынуждены разрабатывать всероссийскую программу «Новая занятость», в которой предлагается ввести запрет на наем иностранной рабочей силы для госзаказчиков строительных объектов. Скептики, они же практики, говорят, деньги на программу уйдут огромные, а толку ждать не приходится. Дешевая рабочая сила превыше всего, а на рынке труда по-прежнему больше всего заявок от строительных компаний. А вот как в Москве происходит запись в очередь для получения разрешения на работу. Комментировать тут нечего, а смотреть горько. К другим темам. На днях рязанские дорожные полицейские провели рейд по техсостоянию пассажироперевозчиков. Проще говоря, инспекторы смотрели, насколько готовыми выходят в рейсы маршрутки автобусом. Главным образом они исследовали рулевое управление, для чего на вооружении сотрудников ГИБДД состоит измеритель суммарного люфта рулевого управления. Научная вещь, надо сказать. И вот она-то и показала многих водителей за этот самый суммарный люфт. Надо бы самих накрутить как следует. Очередная проверка рязанскими дорожными полицейскими технического состояния маршрутных автобусов выявила сразу нескольких нарушителей. С помощью специального оборудования инспекторы измеряли люфт рулевого управления. Далее при осмотре выяснилось, что передние колеса имеют разные протекты. А у водителя права просрочены, внимание, почти на год. Здесь вопросы и к инспекторам. Как можно вводить пассажирский транспорт с годовой просрочкой? Разве обязательные проверки не должны были выявить такое нарушение сразу? Время зарегистрировано до 2012 года. У нас на дворе уже конец 2013 года, можно сказать. То есть о чем говорит? Не водители сами не проверяют документы свои, не должностные лица, которые обязаны это делать, которые за это получают зарплату, упускают на линию с документами, которые не имеют уже своей силы. Только за короткое время рейда рязанские дорожные полицейские сняли с рейса два маршрутных автобуса. Причем в обоих случаях в документах на руках у водителей стояли отметки об отсутствии неисправностей. Полицейские признают, что такое поведение владельцев-перевозчиков довольно распространено. Зачастую на пассажирский рейс выходит настоящий чермет. Получается, что главная цель для ушлых деляк от транспорта извлечения максимальной прибыли. А следить за техническим состоянием автобусов для них весьма накладно. Почему нас возят, что называется, на дровах? Вопрос и к транспортному подразделению мэрии, и к депутатам Гордумы, которые входят в профильные комиссии. А пока рейд был и прошел, сколько неисправных автобусов вышло в рейсы сегодня, неизвестно. Чем закончатся поездки, не хочется представлять. Корреспонденты любят заканчивать проблемные сюжеты фразой, которая начинается так «Остается надеяться» и так далее. В нашем случае всем нам, пассажирам, остается надеяться лишь на одно – вечно неистребимый русский авось. Продолжаем программу. По официальным данным, сейчас в России более 8 миллионов человек, это около 6% населения, употребляют наркотические и психотропные вещества в немедицинских целях. На недавнем заседании Государственного антинаркотического комитета глава профильного ведомства Виктор Иванов признал, что ситуация с наркотиками в стране продолжает оставаться крайне острая. Он подчеркнул, что от наркотиков у нас ежегодно умирает 20-30 тысяч человек. Вот такая невеселая статистика, да и жизнь у наркоманов тоже, надо сказать, безрадостная. На днях рязанские полицейские задержали одного из любителей, так сказать, закинуться. Вот фрагмент беседы, который нам показался весьма поучительный. Ну и по-своему печальный. Никит, ты чем торгуешь-то? Спайсом. Давно? В феврале месяце. По-моему, ты торговал-то еще до этого. Нет, в феврале месяце этого года. Где спайс берешь? Давай, 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 быстренько, быстренько. Одного человека. Здесь, в Рязани? Да. Ладно, хорошо, потом уже расскажешь. Сколько стоит-то как? 600 рублей грамм. Ты здесь взвешиваешь, да? Да. А сам по сколько берешь? 600 рублей грамм беру я. Ну ты берешь. А продаю по тысяче. Ты еще работаешь где? Нет. Тебе лет сколько? 27. И занимаешься пока вот только этим? Да, из-за кредитов. Много кредитов набрал. А на что кредит? Ну я сильно пил. Нет, кредит на что? Ты же не на водку кредит брал? Всегда на водку спустил. А большие кредиты? Большие. Ну как? Сбербанк 130 тысяч. Кодировка у меня закончилась. Я запил. И потом решил? На год запил. Запил его? Потом, через год я перестал пить. Отрежал на ЗИЛу. 21 день. Вышел оттуда. Маялся, маялся. Новый год прошел. Как раз вот в феврале там я колымил грузчиком. Сам на себя там в керам плитки плитку таскал. Когда там вызванивали так на сигареты там себе денег зарабатывал. Только единственное, что выходило. А потом мне в феврале месяц начал вот этим заниматься. А кто надоумил? Как пришел к этому? Не знаю. А клиентов в основном постоянные? А? Клиенты. В основном, да. Да что там наркотики? Российский народ погибает от повального пьянства, которому весьма активно способствуют разного рода забегаловки, рюмочные наливайки и прочие вертепы, где дешевые сердиты можно перехватить сотку-другую алкогольного пойла. А между тем, в нашей области вступил в силу местный закон о запрете работы таких заведений в жилых домах и пристройках к ним. Закон распространяется на алкогольные напитки любой крепости. Так что же? Ушли или нет забегаловки с территорией домов. На этой неделе мы решили проверить, как складывается ситуация в противостоянии закону и выгоды на алкогольной ниве. И вот, что удалось выяснить. В микрорайоне Конещева так называемые кафешки и мини-бары по-прежнему ждут своих посетителей. По словам местных жителей, как и раньше, клиенты уже с раннего утра штурмуют двери пятийных заведений. И зачастую двери этих распивочных выглядывают прямо на школьные дворы, детсады либо спортплощадки. Вот, например, рядом с мини-кафе «Венера», что на улице Интернациональной, на расстоянии буквально 50 метров находятся сразу два детских сада. Само же пятийное заведение находится в пристройке пятиэтажки. Его посетители превратили территорию рядом с ней в общественный туалет. Жители окрестных домов категорически против работы распивочной. Не знаю, может быть, со временем когда-то и дойду у наших чиновников руки до них, но будем надеяться. И как разрешили детский сад рядом? Они тут с утра семи часов. Пора закрывать. Я бы, например, с удовольствием хотела, чтобы нам прикрыли этот кафе. Антирюмочный закон действует уже почти неделю, но контингент посетителей этих заведений мало чем внешне изменился. Это все те же люди, старательно избегающие объективы телекамеры. Широкую популярность в определенных кругах не теряют и еще два заведения. Кафе в пристройке жилого дома на улице Бирюзова 5 и бар в подвале многоэтажки на Станкозаводской 26. По идее, теперь рязанские и полицейские должны проверить все эти вроде как безобидные заведения на предмет торговли алкоголем. Впрочем, борьба правоохранителям предстоит явно нелегкая. Кстати, пока еще в прессе не появлялась информация о закрытии хотя бы одной распивочной, не дающей покоя добропорядочным жителям спальных районов Рязани. По поводу нового областного закона рязанский народ как-то сомневается. Как видим, не без оснований. Ну и еще, как раз в забегаловках и продают самопальное пойло, от которого глаза слепнут и ноги отваливаются. Наливайки это один из путей быстрой реализации и финансовой отдачи от фальшивого алкоголя. И как-то позитивная перспектива в плане борьбы с этим злом что-то не просматривается. Вы смотрите информационно-аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить далее в нашем эфире. Вот это войнушка в Рязанском детсаду нашли оружейный склад. А наш-то вот он, рязанскому депутату Госдумы Николаю Булаеву снова напомнили его якобы плагиате в его диссертации. О семьях хороших телекомпания «Город» продолжает совместный проект с областным министерством социальной защиты населения. Находкой недели можно назвать суровые игрушки, которые были обнаружены на днях в 20-м детсаду Рязани. Хотели родители для детишек мирную клумбу с цветами оборудовать. Взялись за лопаты и откопали ни много ни мало целый проржавевший арсенал времен батьки Махно. В детсад, где был обнаружен ящик с опасными игрушками, прибыли рязанские полицейские и сотрудники МЧС. Они выяснили, что все боеприпасы и оружие лежат в земле еще со времен гражданской войны. Так что, похоже, это привет от рязанских неуловимых мстителей. 18 сентября, в 18 часов 17 минут в Единую службу спасения 01 Рязанской области поступило сообщение о находке боеприпасов в детском саду номер 20 города Рязани. Была направлена аварийно-спасательная служба города Рязани и пожарный расчет. По прибытию было установлено, что на территории при проведении земляных работ по благоустройству детского сада обнаружены ржавые старые патроны и оружие гражданской войны. Значит, данные все найденные было передано сотрудникам полиции для дальнейшего расследования. Далее группа разминирования с помощью металлоискателя обследовала территорию всего детсада. Однако еще каких-либо исторических находок взрывотехники больше не обнаружили. На этой, да и, пожалуй, прошлой неделе незабвенной и, кажется, едва ли не пожизненной рязанский депутат Госдумы Николай Булаев опять попал в эпицентр околонаучного скандала в связи с реформой Российской Академии Наук. Ученые-мужи, несмотря на решения Госдумы, не горят желанием отдавать полномочия некоему государственному агентству, которое намерено создать чиновники для управления передовой научной мыслью России, а заодно и бюджетом Академии Наук, да и недвижимостью. РАН неплохо можно по руководителям одних зданий в Москве очень-очень немало. Так вот, в связи с явным намерением думцев одобрить такую реформу Академии Наук общество научных работников предприняло ответный ход, опубликовав на своем сайте требований об отставке 25 депутатов Госдумы, в чьих диссертациях якобы были обнаружены плагиат или подлог документов. В их числе как раз и наш целый доктор педнаук Николай Иванович Булаев. Кстати, не впервые возникают такие вот информационные поводы вспомнить депутата. Не впервые. А вот что сказано в открытом обращении ученых. Цитата. Голосование таких депутатов за уничтожение РАН может быть предиктовано страхом разблочений и мотивами личной мести академическому сообществу, которое неоднократно поднимало свой голос против высокопоставленных фальсификаторов научных исследований, совершавших некорректные заимствования и подлоги. Конец цитаты. Я бред. Не комментирую. Примерно так ответил Булаев журналистам, которые обратились к нему за мнением по поводу обвинений в плагиате. Ну, бред-то оно может и бред. Да только под обращением ученых стоит уже несколько сотен подписей, в том числе по крайней мере Российской Академии Наук и более полутора сотен докторов наук. Такое вот дело. Эксперты по поводу реформы Российской Академии Наук высказываются в том смысле, что чиновники требуют эффективной работы научного сообщества, а само высоколобое собрание никак не может понять, что от него хотят люди, которые чужие диссертации посписывали. Реформа-то идет, но куда приведет, вряд ли кто решится сказать более-менее уверенно. Продолжает. Программа комментарий на заданную тему. Мое мнение, что, конечно же, что-то надо было делать с Российской Академией Наук, потому что по-хорошему, то, что российская наука переживает кризис, это всем достаточно ясно, потому что если посмотреть, то вес нашей науки в мире, он постоянно падает. Ну, это видно даже, например, из индекса цитирования. Соответственно, мы уже по этому показателю находимся далеко не на первых ролях нас обгонять, причем из стран, которые, ну, скажем так, и меньше нас, и имеют меньше ВВП и так далее. Поэтому, естественно, эта ситуация назрела. Но, опять же, как всегда у нас бывает, и даже сами те депутаты, которые приняли этот закон, потому что первое чтение закон был рассмотрен еще в конце июня, и вот как раз на днях, по-моему, 18 сентября, два дня назад, Госдума сразу в втором, третьем чтении приняла этот закон. Причем, многие депутаты, которые его принимали, голосовали за, там, причем, подавляющее большинство, по-моему, что-то в районе 330 за и где-то около там 70 против. Они сами признают, что закон еще достаточно сырой, но говорят так, что необходимо все-таки какие-то действия предпринимать, а дальше мы уже сможем там с помощью каких-то новых законов что-то уточнить и так далее. Ну и, соответственно, как всегда это бывает, закон кто-то считает хорошим, кто-то считает плохим. Ситуация непростая, что реформировать нужно, но таким ли образом, что будет практически как бы разделение Академии занимается одним, а вот этот созданный агент с другим, как они начнут между собой контактировать, как они смогут взаимодействовать, вот это вопрос. В начале этого года президент России Владимир Путин призвал власти засучить рукава в деле поддержки многодетных семей. Дело было на заседании комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны. Путин тогда заявил, что в России реально добиться ситуации, когда семья с тремя детьми станет нормой. Вот слова президента. Цитата. Я знаю мнение специалистов-демографов. Они говорят, что для России это сложная и даже неподъемная задача. Все возможно. Надо только засучить рукава, двигаться к этой цели, ставить перед собой цель и двигаться к ней. Надо людям просто помочь, и это будет возможно. Конец цитаты. Тогда в регионах, в том числе и в нашем, местные руководители рукава-то и засучили. Сделано, надо сказать, действительно немало. Об этом говорят сами многодетные мамы-папы. Сегодня мы продолжаем показ репортажа из цикла о семьях хороших. Напомним, это совместный проект нашей телекомпании областного министерства социальной защиты населения. Он выходит при поддержке регионального правительства. В этой программе материал Ирины Ковалевой, привезенный из командировки в деревню Баграмова. Это Рыбновский район. Семья – это самое главное в жизни любого человека. Так считают супруги Бурмистрова из деревни Баграмова Рыбновского района. Их семье в ноябре 2013 исполнится уже 23 года. За это время они построили дом, завели собственное фермерское хозяйство, а самое главное вырастили двух детей. Секрет такой долгой и счастливой семейной жизни прост. Они все делают вместе, сообща. И, конечно же, любят друг друга. Любить всей душой, уважать его, вообще, жить, как говорится, всеми нашими семейными проблемами, помогать друг другу. Вот, например, бывают такие ситуации, что, ну, вот даже вот мне бывает так, что плохо. Вот такие у нас бывают моменты, я ему всегда говорю, ой, Паш, как нам быть, как нам дальше жить, хоть как. Он говорит, Свет, не переживай, прорвемся, все будет нормально. Вот понимаете, эта поддержка моральная, она очень как-то объединяет, сплачивает. Воспитание детей Максима и Катя, супруги Бурмистровой делали упор на такие качества, как честность, уважение к старшим, труду и любовь к животным. Кстати, их в доме немало, две собаки и две кошки, всеобщие баловни и любимцы. Это тоже на ребенка влияет, они как-то более доброжелательны к животным и лишний раз, вот я даже расскажу сейчас случай, несли котенка топить на речку дети. Сын отобрал котенка, принес его домой, мы его обогрели, и так кошечка у нас осталась и радовала нас прям долгие годы. Тоська – любимец старшего сына Максима. Совсем недавно он вернулся из армии и сейчас активно помогает родителям в ведении хозяйства. А вот кот Кузька ни шагу не делает без Кати. Девочка учится в седьмом классе, занимается рукоделием и делает большие успехи в музыке. У меня сначала на хоровое отделение народное, вот, это у меня специальность. Вот. Я ходила на него, пела, потом я стала как солистка еще петь одна. Я ездила, ну, и сейчас езди, выступаю, везде у меня много грамот и лауреат, дипломат. Сейчас Катя занимается игрой на фортепиано и уже готовится к очередному конкурсу. Музыка она мне очень нравится, я ее как-то понимаю. И вот, когда играю на фортепиано, я прям, ну, как будто я в другом миру. Семья без детей невозможна, утверждают Светлана и Павел. Сегодня они живут ради них, радуются их успехам и победам, переживают за их будущее. Супруги Бурмистровы хотели бы еще одного ребенка, но в свое время здоровье Светланы не позволило им в очередной раз стать родителями. Но сегодня они с гордостью говорят о том, что Максима и Катю воспитали хорошими людьми. Напомним, цикл о семьях хороших приурочен к Дню Матери, который отмечается в этом году в России 24 ноября. На сегодня все. Желаем и вам счастья и мира в семье, чтобы люди по-доброму завидовали, да вместе с вами радовались семейному счастью, да покою, умным, заботливым детям, а то и забавным сорванцам, внукам. Все-таки нет в жизни ничего более важного, радостного и желанного. Удачи вам и до встречи в понедельник в программе «Время говорить». Субтитры создавал DimaTorzok